Всем привет! Мы продолжаем наше победоносное шествие по миру Асхан, и сегодня у нас на очереди последняя миссия за фракцию Академия. Иван, хочешь услышать, чем закончится моя история? Давайте посмотрим. Я бы хотел узнать конец истории. Итак, остановились мы здесь на том, что Фахада у нас захватила вот этот город, город Альянса Света, и теперь тут у нас подходит Луна, нам сейчас придется обороняться. У Фахады только 245 гнолов, больше войск нет. Но я думаю, надо минимизировать риск. Кстати, у меня там стража ведь еще есть, да? Стража будет на нашей стороне. Так что не буду я так... Шесть, пять, пять воинов дам. Для пяти воинов место оставлю. Все, посажу ее в город, пусть ждет нападение. Тут у меня союзники беснуются. Пока от них толку я практически не заметил. Кроме того, что они разведывают для меня территорию. В остальном они бесполезны. Так, это хорошо, что у меня ангелы есть. Может, кого-то удастся возродить, хотя они, наверное, не улучшены. Небесный воин. Не знаю, посмотрим сейчас. На моей стороне мощная магия. Так, во-первых, впервые ходят, да? Да, не мой ход еще. Так, уже мой ход. Хорошо, может быть, подождать, пока они все подойдут поближе? Или сейчас можно молнию зарядить? Ну, от молнии так-то не очень много толку. На самом-то деле. Вынуждать пока некого. Поэтому в оборону встанем. Так, все. В принципе, можно в оборону поставить всех. Монах. Монах. От него тоже дамага очень мало. Раболетчик. Сейчас вампиром мне тут доберутся уже. Переберутся через кино. Так, отлично, отлично. Что уж мы можем тут сделать. Можно цунами их накрыть. Так вот. Или вот так вот. Вампиров бы, конечно, убить. И лучше подождать, пока они... Вот эти вот... Как их... Ламассу перелетят через стену. И тогда уже зарядить, собственно, цунами. Садники пока не могут пробраться через стену. Гноллы деморализованы. Отлично. Ламассу перебрались через стену. Сейчас их накроют. И, кстати говоря, интересно. У меня вот... Ангел-то... По ангелу пройдет это заклинание. Да, прошло. Союзников тоже задевает это заклинание. Что осталось от прошлого вампира? Красный квадрат. Нет, подождите. А где второй вампир? Описано два, как бы, есть ли, но я их не вижу. Странно-странно. Блин, сейчас гнолов бы не убили. Откуда-то не появились эти вампиры. Деморализация на гноллах. Так, монахи. Так, 25 существ надо призвать, пока не поздно. Пока меня всех тут не перебили. Так, и... Три туда вот этих ребят надо. Срочно уничтожать. Скажаю сейчас глаз, что он там делает там. Минус 10 в защите. Ну, не такой уж он искажающий. Так, этот умер. Сам по себе. Что можно сделать? Можно стрелой пустить у этих паучков. Сейчас, наверное, элементарий пошлем в бой. Это нет всадников. Получила выхода очередной новый уровень. Так, что тут у нас? Так, я думаю, что... Самое время просвещенность прокачать. Вот кровь дракона. Плюс 2 к духу, плюс 2 к магии. Самое оно. Так, и куда мы можем пойти сейчас? Тут у нас вот квестовая точка. И что-то мне вот тут крестоносцы света. Задание говорит победить Мелизандру и захватить ее город. Видимо, город я уже захватил, а где Мелизандра? Где эта Мелизандра? Я не знаю. Скоте уйти, что ли? Может, она сама придет? Так, 14 тысяч денег. Вторая башня у моста. Так, куда сюда нельзя идти, да? Так, ладно, ждем. У меня, кстати, еще есть город свой, собственный. Который надо развивать. Что там у нас в их Марье творится? Титанов уже можно построить. Отлично. У нас всякие метеоритные шахты. И они на самом деле не интересны. Вот, надо сюда идти. Ух ты, и сок золота тут валяется. Ну и так, что много на самом деле, но... Чисто визуально. Так, импровизированный мост где-то появился. Где он появился? Мне вот это было сейчас, картинка. А, вот здесь он, да? Пол моста построил, еще пол моста осталось. И, видимо, это тот самый остров, где... Касим у нас сидит. Так. Темная магия тут у нас задание. Убейте Касима, да? Убейте Касима. Тут вторая часть моста тут. Темная магия у нас. Хорошо. Идем искать Мелизандру. Где она там сидит, я не знаю. Мне, конечно, с 43-мя гномами тут путешествовать. Как-то неуютно. Какую-то армию свою иметь. Сейчас я такими темпами прямо до низа не доберусь. Тут у нас нейтралы. Вот, кстати, тут у нас Сергей. Сергей. Что ты здесь делаешь, Сергей? Он, кстати, присоединится. Присоединиться хотят в новом. Это очень кстати. Так, тут что-то вроде ничего больше не построить. Это снова Луна, что ли? Снова Луна ко мне бежит. Уже с новой армией некромантов. Фузы. Нежики. Так, пойду Сергей, значит. Отлично. Крестоносцы у нас побеждены. Осталось теперь темных магов. Так, а начать бой или отмена? Так, блядь. Нет, не добегу. Ладно, тогда начать бой. Сейчас попробуем не умереть, по крайней мере. Кстати, я могу умереть свободно тут. Если они будут первыми ходить и доберутся до меня, то... Так, вот если подождать... Если подождать... Бамперы доберутся. Отлично, отлично. Так, этих уже нельзя призвать. Могу только стрелять. Новых ведем подальше, чтобы... Не заделай их. Ну, темных магов, очевидно, армия-то осталась... Никакая. Так. Почему они стрелять не смогли? Теперь не могут. Что там на них наложено? Так, скрывающий глаз, магический щит, тут у них покров туманов. А покров туманов, может быть? Может быть, да. Ладно, тогда защищаемся. В принципе, тут уже не важно. Осталось мне город магов, темных магов захватить и, в принципе... А, нет, подождите, а вот... Вот, да, мост строится. Все верно. Так, это что такое? Что такое? Какое-то движение было. Сейчас надо проверить. Ух ты, за 20 штуками ко мне присоединяться. Нифига себе. Это же... Блин. Полторы тысячи почти гнолов. О, я заплачу. И еще такую армию возьму. Офигеть. Первый раз у меня такое количество стрелков в армии. А, плюс ноль. Драконная сталь я сейчас только что подобрал. Прикольно. Так, это у нас опять... А, нет, это тоже золотом какой-то. Так, куда он делся? Я не видел, как он ходил. Странно, начали герои пропадать в последнее время. Вражеские причем. Закера. Закера. Как-то они пропадают сами по себе. И вот, просто пропал герои и все. И не показывают мне ходы противника почему-то. Я заметил это в компании за Лигу Теней недавно. И надо по дорогам бегать, потому что по пересеченной местности очень медленно герой передвигается. Так буду тут неделю бегать. Так, вот он. Закера это. Так, кстати, бы неплохо... Да, конечно, он тут охраняет ее. Вот просто мне не показывают передвижение врага почему-то. Вот просто исчез герой и все. Бежал. Почему так случается, непонятно. Так, вот, кстати, мы дошли до замка. Вот уже показывают теперь. Может быть, потому что на краю карты рядом с этой тенью. Поэтому не показывают их, а дай. Ну, нормально, тут у меня сейчас гнолов тьма. Поэтому мне не надо даже вручную проводить битвы. Совершенно не обязательно. Так, количество опыта получаем дополнительно увеличивается. Давайте опыт. Хотя, зачем мне сейчас опыт уже? Вот такого уровня. Максимально опыта чеш-то. Да, в принципе, тут... Он даже уровень не показывает. Уровень просто не влез. Такой он большой. Так, посмотрим, что мы можем сейчас... А, надо идти вот сюда вниз. Кстати, надо этих героев-то тоже убить, а то он меня город обратно захватит. Или сейчас он может меня обойти и город захватить? Наверное. Нет, он не пошел. Странно. Все. У меня квас-то и засчитался, да, с темным магом? Нет, темный маг у меня еще, кстати, не засчитался. Темные маги. Видимо, где-то еще они есть. Они сейчас, наверное, выбегут. На свет-то. Без города куда они денутся. Без города им деваться некуда. О, что-то тут вообще дикие потери. Просто мне конюшня нужна. Без конюшни мне одиноко. Кстати, полков-то тут я буду очень-очень долго бить такими успехами. О чем я сейчас у брона встал, непонятно. Блин. Промахнулся по клавишам. Сыпь молнии-то моих заденет тоже. Ну ладно, вот немного. Так, элементалии. Ай, не могу я призывать уже, дам. Ну ладно. И так их сделаем тогда. Убийственные гнолы. Убийственные гнолы. Убийственные гнолы. Так, хорошо, темных магов пока не видно, это что за строение такое, какой-то остатки от какого-то здания. Так, лесопилка, вот тут мост. Возможно, у темных магов еще есть где-то город, я так подозреваю, потому что ни героев не видно, ни города, и квасность завершается. Может тут еще поисследовать, побегать? Вот, кстати, еще один город магов, точно. Возможно, даже не один он тут, кто знает. А, это форт просто, это не город. Значит, просто героя надо догнать. Так, муандер тут, луна. Они уже без войск. Так, полностью опустошены, не знают, что делать. Но, хорошо, что я знаю, что делать. Уничтожаем, догоняем следующего. Клон убежал. Нифига себе. Спортом занимается, чувак. Конным спортом на месте. Прикольно. Все, побежал. Еще один герой. Сколько их тут расплодилось-то? Отдельственный склеп. Так, здесь у нас войск нету. Так, куда он побежал? Вверх побежал. К этому городу, возможно... Сейчас там одного героя... Еще одного героя найму. И его поймаю. Так, предел... Вот он. Какого тут можно нанять-то? Сир, Глория. Так. Идем навстречу. Все. Последний герой там остался. Отлично. С темными магами разобрался. Остался последний квест. Убить Касима. И идем мы на остров. Где тут был мост? Вот тут, да? И надо по дороге в конюшенку заглянуть. Конюшенка вот здесь. Так, вот эти сейчас союзники будут тратить время. Все-таки союзники, они так и не принесли мне никакой пользы. Просто бегают туда-сюда. Если бы не воевали, было бы гораздо лучше. Ни разу интереснее даже по самой игре. По ощущениям каким-то от игры. А так, союзники ради того, чтобы просто бегать туда-сюда. На кое они мне сдались. Да еще и мои ресурсы собирают. Которые я мог бы использовать. Опачки. Не лук. Когда-то Фахада и Малатова смотрели друг на друга глазами, полными ярости. Но то было две стороны одной медали. Она отдала любовь ради желаний. А он пожертвовал всем ради любви. Любви к своему народу. В этот раз она стояла с орком, плечом к плечу. И впервые в своей жизни она защищала любовь. Если так было заведено, не факт, что это правильно. Я на твоей стороне, но не из-за грехов моего народа. Пусть их грехи тяжелы, и пусть это мой народ. Я делаю это ради ваших детей, ради их права быть свободными. Красивые слова, маг. Вы это умеете. Женго примет помощь, мага. Но знай, впереди лишь кровь. Это так, но не бойся. Я дорого продам свою жизнь. Не бойся. Женго не умеет бояться. Вперед, друг. Пусть эта победа будет для них горька. Мы станем легендой, чтобы другие помнили, какую цену платят тираны. Женго желал умереть в бою с Касимом. Магом, который лишил его всего. Ради этого он был готов сражаться плечом к плечу с одним из них. Люди Касима не жалели сил и заклинаний, пытаясь помешать оркам пробиться во дворец. Но в пылу кровавой ярости Дженго не замечала, сражаясь, словно сотня орков. Но все-таки, в конце концов, один магический заряд нашел свою цель и поразил Дженго в сердце. Он сделал еще несколько шагов, но знал, что смерть нашла его. Он умер там, у ворот Касима. Непокоренный. Это Касим приказал Фахаде истребить орков. Он привел ее на этот путь. И вот, наконец, она сделала полный круг. Орки отдали жизни, чтобы Фахада добралась до Касима, и она вернула долг. Очень трогательная история. Но, очевидно, надо идти в этот дворик. Так, о том, что птички, смертельная угроза. Никто тут ко мне присоединиться не хочет, похоже. Так, что придется действовать одному. Так, докуда у меня вот до сюда надо идти? Сейчас, кстати, посмотрим. Может быть, даже я не смогу победить там. Угроза смертельная. Но, насколько смертельная угроза тут... Так, что могу сделать? Какие-нибудь бафы есть перед боем? Защиту на 2 и лидерство. Ну вот, бафность лишней не будет. Ну и посмотрим на финальную битву. Какой бы исход у нее ни был, победа или поражение, мы ее увидим. Всего у меня два отряда. Так, послать их в одно место или в два. Ты совершаешь ошибку, отрекаешься от самой себя. Но я никто. Раньше я ошибалась и поняла, это лишь сейчас. В таком случае смерть станет для тебя облегчаем. Ага. Нормально все. Давайте. Так, птички сейчас очень быстро воротнутся вперед. Блин, как-то они меня могут вполне за пару ходов-то и уничтожить. Возможно придется за подкреплением сходить, но пока не знаю. Пока непонятно. Так, вот эти ребята тут будут стоять. Горгулива вообще к мать не восприимчива, так что мне придется ее так пинать руками. Так, ладно, давайте тогда цепь молнии, что ли, сделаем. Даже два сразу феникса убьют. Мощный гноу. И надо срочно уже призывать элементарий. Да побольше желательно. Желательно. Вот так вот. Молны быстро уходят. И что, они даже не атаковали. Просто подлетели рядом. Ладно, призываем элементарий. Надеюсь, каменные будут. Нет, не повезло. Ну ладно, пусть будут водяные. Хоть что-то тоже. Так, здесь у нас, блин. Особо никого не убить. Ставим ударом. Нагнул в оборону. Так, посмотрим, посмотрим. 54 гноула. Так. Так, призываем еще элементарий. на помощь. Элементарий света появились. Ну тоже как, неплохо. Так, здесь вот этих каберов. Объемка горгулей-то что стоят? А, нет, горгулей. Вот они летят. На пути. В пути еще они. Парализовал птичек. Почти убил птичек. Так, он в контр-атаке не будет. Все, птичек нет. Отлично. Сейчас как шасса у меня угрожают. Блин, так-то у меня гноулов ведь убьют. Что делать, что делать. Неужели придется добирать армию? Неужели придется добирать армию? Так, здесь у нас 5.8. Так, здесь у нас 5.8. Так, гноулов у нас чуть-чуть ракшас могут побить, конечно, но не очень существенно. Так, гноу пачки почти кончились. Горгули почему такие жесткие? Даже элементарии их трудно пробивают. Так, вот надо вот встать так, чтобы ракшасы не прошли как минимум. Так, вот так. так 115 новов осталось не густо сейчас горгули мне будут бить то все это конец придется идти добирать воинов все погибли погибли гнолы меня скорее всего не засчитают судя по прошлой миссии не засчитают победу такую когда у меня все потеряно так что придется мне сейчас побегать пособирать воинов сначала потом уже нападать на последний город и так мне пришлось вернуться в город некромантов которые захватил здесь значит я заказал караванчики они мне принесли воинов пусть ими армия будет смешанная скорее всего там геморализация будет и все такое но я думаю даже с таким раскладом с мы справимся так что можно вот этих ребят брать не брать или 48 ручку уже монаха взять аббатов ладно я думаю с такой армии уже не все отличные шансы победить так что за нашу сечку примещения судьбе сейчас возьмем пробаваемся и пойдем атаковать город эти ребятки конечно сейчас будут очень долго ходить поэтому я просто увеличим скорость здесь получится так это чем тут а то есть мой герой все понятно так баф получил в конюшню по дороге загляну что они не ускорились ничего не снето нисколько но по шустрее стали вроде так вроде бы бафов больше никаких близости нет что присоедин к магии тут у меня наверно сейчас уже не решит присоедин к магии таких но слишком громко допают вам не кажется ну да вот капля как ежи топают как ежи все знают что ежи громко топают блин они все-таки не ускорились по моему все последние битвы давайте надо уже проходить кампанию за академию итак посмотрим что мы можем тут сделать как расставить этих ребят я думаю титана поставим вот сюда то дигналом 800 штук сюда году ли вот так вот таких вот так так и всех и будет прикрывать я думал ты товарищ ну знаю так вот поставить что ли нормально я считаю слышал я уже это совершаешь ошибку все будет плохо так птички видимо согрались на арбалетчиков это очень хорошо потому что это дает мне время для маневра так попробуем кстати тут как благодаря тому что ковры занимают две клетки нет надо к беру захватить тоже нормально половина коберов там срезали так что мы можем птичку принципе ударить но не очень сильно поэтому не буду я вперед лезть кстати у меня тут маги это два титана прямо и тоже два титана пропала еще два титана попала да ладно ты все конечно досадно весьма горгулив деф так 700 зналов у нас птичку будут бить рыбалечка мы конечно вот этих ребят стрелять как-то так второй раунд у нас настал сейчас начнутся призываться элементаре птица летит карбалетчиком коберы плюются наверно гнолов нет так ладно призываем элементаре тогда сюда призывались элементаре воздуха у меня все количество воинов уменьшается и уменьшается ну хорошо что горгулив то магии они не достанут к и сетка веру то расстреляет за к тому ковру может призвать этих элементарей чтобы они поумерили свой пыл так третий раунд знал и пока живо но это ненадолго главное чтоб хотя бы какие-то мои войны базовые которые были у меня в начале боя хоть какие-то бы выжили так чё там птица будет рыбалечка выбивать или как что-то нигде то ли деморализация то ли что почему-то они по-моему не ходили так ангелы ходят небесные войны я призываю элементаре вот сюда пожалуй сюда вот нельзя призвать может тут труп голема блин так ведь не должно быть огненного призвала 14 23 так ангелы пусть птичку добивают один у меня ли я не расстался который защищает гнола от дальней атаки что он свою птичку убил что так ладно 125 гнолов хоть горголью идет еще неизвестно куда она полетит ну да все понятно теперь у меня гнолы лишены возможности атаковать дистанционно на я 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 так отлично надо ракшас идти уничтожать иначе они наделают делов так а небесного воина пошли наверное к беру или может вообще его в оборону поставить чтобы он не мешался а еще одного элементаря призову вот сюда рядом с коврами что их популяцию тоже уже надо уменьшать так арбалетчик арбалетчик так и кажется забыл на хорошо что у меня боевой дух сработал потому что я забыл просто сходить героем не могло случиться непоправимое очень кстати удачная призвал сейчас элементарий земли так горгулья 281 горгулья так на элементарий земли пойдет ковров бить вот так вот с параличом прямо очень удачно правда под удар крыша как крыша сам подставил я нолов думаю ничего страшного уже не произойдет сейчас уже очевидно что шансов у касси монет так еще на элемент или можно призвать чтобы пустые дело шло элементарий бьют коберов так 309 деморализована видимо нам деморализована все правильно ну ладно теперь делал за элементариями кстати видимо элементарий вот этого извима к огню и поэтому и так стало там очень мало после встречи с копирами так что делать то тут это на горгуле убить и ракшасу добить ну чуть-чуть не набил ну вот уже набил все осталось копир ракшас и горгуля так воздух как же особенно она очень жесткая и очень долго долбить так вот водяные элементария будем заграживать проход земляным земляные доходят до коберов там все будет хорошо копиры делают последние потуги они вообще в оборону ушли тоже вариант хотя они очень хорошие главное чтобы никакого бага не возникло то в последнее время эти баги в бою когда воин становится неуязвимым его нельзя выделить его нельзя атаковать магия до него не будет магия на него вообще не действует это на пустое место парочка таких багов было недавно в прохождении за магов очень неприятные баги так ну что досталось то 377 этих не бракшас уже 2 ракшаса вот они убьются сами как-то так то без толку бить копиры выходит в оборону глухую 30 35 горгулей надо горгулей еще остались думаю их уже убили ну все наконец-то ракшасов мы добиваем копиров я думаю сейчас тоже скоро добьем сейчас бы не помешал крит конечно но на две горгулей 24 кобера осталось уже вот-вот уже вот-вот и кстати сейчас мы бы выстрелом тогда коберу стрельнем чтобы не ждать там пока еще палатка сходит все отлично бой закончен косима мы убили ну и наверное папа покажут сейчас какой-то завершающий ролик с участием это и женщины которые за академию там сиду залит советом вроде посмотрим а ведь все могло быть совсем по-другому неважно погибну ли я здесь я давно уже мертва мне ничего не исправить но я все же кое-что могу никто кроме меня не сможет разорвать твою связь с этим камнем я не знала как сильно тебя люблю пока не потеряла не бывает войны без жертв а у тех кто выжил навсегда остаются шрамы сидя у костра мы с собой вдали от чужих глаз они дрожат вспоминая какую цену им пришлось заплатить совет знает нет мой друг мы говорим что знаем но кто из нас помнит истинную цену войны мы закалены битву но может стоит позволить сердцу решать куда направить меч опять загадки я не закончила когда разум и сердце действует сообща для нас нет ничего невозможного ну что ж очередная компания наконец-то прогина компания за академию и теперь у нас на счету раз два три четыре пять компаний прогинах плюс еще иван грифон но он не счет потому что я его буду перепроходить когда закончу компанию за лигу теней ну что ж спасибо вам большое за внимание за просмотр ставьте лайки если вам понравилось и пишите конечно же свои идеи насчет того что же находится вот в этом сундуке который стоит в зале совета под столом меня это очень интересует мне просто интересно что там внутри может быть артефакт может быть что-то еще пишите ваши идеи в комментариях всем спасибо пока